Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 марта. Преподобный Иоанн Зерский, Мируяна, родился в Москве в 1635 году. Своё пастырское служение начал священником в одном из приходских храмов. Он жил строго, по-монашески, в посте и постоянной молитве. «Помилуй меня, Господи! Пощади меня, Господи!» Любовь к людям была у него удивительная. Он всегда искал случая сделать ближнему добро. С полным участием отец Иоанн помогал всем нуждающимся, заботился об обиженных и невинно страдающих. Духовно слабых подкреплял, заблудших ласково и мудро вразумлял, утешал и наставлял. Дом его всегда был открыт для бедных. Накормив, отечественно побеседовал, он отпускал утешенных, наделяя их в дорогу, чем мог. Если сам нечаянно кого-нибудь обижал, то тут же каялся и немедленно просил прощения. Слава о добром пастыре дошла до самого царя Петра I. Преподобный был призван для священнослужения в придворной церкви, избран духовником царя и царствующего дома. Пользуясь своим влиянием при дворе, преподобный старался еще более быть полезным бедствующим. Посещая заключенных в тюрьмах, он через слово Божие благотворно влиял на преступников, невинно осужденных, укреплял в терпении, тому же, кто отбывал срок за долги, помогал расплачиваться. С годами отец Иоанн посвятил себя богомыслию и выходил из дома только на церковные службы, не прекращая благотворений через доверенных лиц. В 1701 году по ложному доносу царю, якобы узнав о злоумышлении, он, якобы духовник, не открыл начальству. Преподобный был сослан в Соловецком монастыре, подстрижен в монашество с именем Ио. После многих испытаний старец Ио был освобожден от послушаний и уединился на безмолвие в своей келье. Узнав о святой жизни подвижника и удостоверившись, что старец был оклеветан, царь Петр I хотел возвратить духовника к себе, но преподобный Ио отказался. В 1702 году для большего безмолвия он перешел в Анзерский скид Святой Троицы. Где вскоре по смерти анзерского строителя Елеазара был назначен настоятелем. Помня слова Господни, ему же дано много, с тобой много зыщется. На новом поприще священный инок Ио положил много труда и забот. Мудрый наставник всех учил смиренному послушанию Богу и начальникам, как первой добродетели, без которой не может быть спасения. Приучал к постоянному труду и заботе о ближних. Он сам посещал больных, омывал и перевязывал им раны, а нередко исцелял их недуги своей молитвой. При этом церковные службы келейного правила он никогда не опускал. В 1710 году преподобный Ио принял великий ангельский образ именем Иисус. Вскоре сама Матерь Божия определила дальнейший путь евросхимонаху Иисусу. Она явилась ему во сне вместе с первоначальником и покровителем скида, преподобным Илеазаром Анзерским. И сказала, что на горе отныне называемой Второй Голгофой на Анзерском острове будет устроена церковь распятия Иисуса Христа и учредится скид. Приняв этот чудесный сон за благословение Божий, старец Иисус в 1714 году переселился на жительство на гору Голгофу. И с помощью учеников с химонахом Атфеем и монахом Акарием основал Голгофа распятный скид, где продолжил свой многотрудный подвиг. В 1715 году была построена деревянная церковь в честь распятия Господня. Сам престарелый строитель, в пример братья, нередко рубил дрова, носил на гору воду, в пекарне затворял тесто. В своей келье старец постоянно занимался рукоделием, а деньги, которые за это выручал, делил на три части, на нужды церковные, на нужды братья и на милостыне нищим. В себе он не оставлял ничего, имея при себе лишь несколько духовных книг. За Богу угодную жизнь преподобный был удостоен особенных откровений. По его горячим молитвам сама Пресвятая Богородица явилась ему в келье и назвала место на горе, где можно рыть колодец и получить воду, столь необходимую для нужд монастыря. Когда был открыт чудесный источник, преподобный вразумил братью, «Никогда не скорбите, не малодушествуйте, но всегда уповайте на Бога. Помните обещания Его. Мать исчадия Своя скорее забудет, нежели я вас». Святой угодник с помощью Божией сумел предвидеть злые намерения пришедших однажды к нему чужих людей и своей молитвой «Господи, пошли сону рабам, твоим утрудившимся в суетном угождении врагу». Усыпил злоумышленников на пять дней и ночей, и этим привел их к искреннему раскаянию. В другой раз он наказал воров, заставив простоять их неподвижно под тяжестью награбленного два дня, пока те не размолились о пощаде. Святому Иисусу Бог открыл время приближавшейся к кончине. Еще задолго до смерти святой известил братья, что умрет он в воскресный день до восхода солнца. Всю жизнь посвятив служению Богу и ближним, смиренный подвижник, готовясь к назначенному часу, сокрушенно каялся, что слишком мало угождал Господу. Представился преподобный, как и предсказывал, воскресный день в неделю православия утром до восхода солнца, 6 марта 1720 года. В предсмертные минуты святого теле его озарилось необыкновенным светом. Развелось благоухание, и слышна была псаломская песнь. «Яко пройду вместо селения дивно даже до Дома Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующих». Салом 41.5 Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.